Здравствуйте и позвольте разжечь. Сегодня мы подводим политические итоги уходящего 2012 года и говорим на эту тему с известным политологом Андреем Пиантковским. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Итак, первый вопрос. Какое событие 2012 года вы бы назвали самым главным? Вы знаете, я бы не выделил какое-то событие, совершившееся в конкретный день, а такое событие-процесс, которое набирало силу в течение всего года. И это неудержимое и необратимое падение авторитета, престижа власти, уважения к власти, власти в целом и вот этого бренда власти, который называется Владимир Владимирович Путин. Вы знаете, много разговоров было о спаде оппозиции, о сливе протестного движения. Вот я уже говорил в вашей передаче, что вот этот процесс протеста, мирная антикриминальная революция, он измеряется не количеством вышедших на митинг, 100 тысяч, 40 тысяч или 5 тысяч на несанкционированный ужасный мороз, что я считаю очень неплохо, а теми событиями, которые проходят в умах людей. И они достаточно точно отражаются и прекрасной социологией, еще раз напомню о замечательных докладах Дмитриева, и нашим личными наблюдениями, общением. Людей, которые могли бы что-то позитивное говорить в адрес власти, их просто нет. Они либо это делают по заказу, либо они честно признают, да, власть очень плоха, но вот, не дай бог, она бросится, неизвестно, что будет. То есть вот последняя оборона режима – это страх, страх неопределенности, возможного хаоса, распада, но ни в коем случае не уважение и не поддержка режима. И вот вчерашнее событие, оно было кульминационным в этом процессе. В этом смысле у меня к вам сразу же вопрос такой. Вчерашнее более чем четырехчасовое солирование этого пошляка кремлевского было направлено явно на то, чтобы показать элитам, что я еще бодр, я еще напорист, я ой-ой-ой, насколько здоров и еще послужу вашему процветанию. Как думаете, убедил? Ну, то есть переломить вот ту волну, о которой я говорил, ту тенденцию, о которой всеми чувствуют. Вы знаете, с чем бы я его сравнил? Выступление – это покажется, может быть, таким очень резким и не вполне оправданным, но психологически это абсолютно то же. Это последнее выступление на митинге Челушеску. Между прочим, по-моему, это было тоже 20 декабря, как мы помним, 1989 года. Когда Челушеск уверенный, что ему удастся преломить такую же тенденцию отторжения, отвращения режиму в румынском обществе, он выступал с балкона, согнали румынские наши и единая Румыния в массу народа, и что из этого получилось? Другая страна, другой темперамент, другие условия. Я не думаю, что… Да, через три дня Челушеску не стало. Я не провожу здесь прямых аналогий, но психологически это была та же неудача. Один собрал на массовый митинг, другой собрал на массовую пресс-конференцию, и оба абсолютно провалились, и оба встретились с абсолютно неожиданной для них атмосферой, вызовом со стороны журнала. Восемь человек повторяли один и тот же вопрос. Причем там был такой напомаженный брилев с канала «Россия-1» в этой «восьмерке». То есть, видимо, человек уже думает о своей репутации в постпутинской России. Нет, это было… После таких падений не восстанавливается репутация диктата. Вы знаете, вот для меня это лично очень важное было событие. Я вот даже захватил свою книжку старую. Тут есть статья, которая называется «Жизнь с идиотом», и она была написана 21 марта 2000 года. Больше, чем 12 лет назад. Да, почти 13. Вот, я процитирую концовку. В психиатрии есть такой диагноз – нравственный идиотизм. Каждым своим публичным выступлением господин президент ставит его себе. Вы хотите узнать, какой будет жизнь России в ближайшие 8, а может быть 13, 14 лет? Сходите в театр Покровского на оперу «Альфредо Шнитке. Жизнь с идиотом». Гений умеет предсказывать будущее, даже не подозревая об этом. И вот я просто честно признаю, что эти 13 прошедших лет подлинным смыслом для меня жизни было убедить моих соотечественников, сограждан в этом диагнозе. И вот вчера мне это удалось. Вернее, не мне, а огромной помощи оказал пациент. Но, понимаете, политики с диагнозом нравственный идиотизм, уже осознаваемые всей страной и всей обществом, долго не живут. Это может быть не три дня, может быть три недели или три месяца, но это необратимый процесс. То есть вы считаете, все-таки элиты сейчас соберутся? Может быть, они прямо сейчас где-нибудь собираются и решают участь власти, уже выбирают какого-то парня? Они собираются, но это не вызывает у меня большого восторга. Они просто поняли, как в 99-м году они поняли, что Борис Николаевич Ельцин больше не может по целому ряду физических, психических характеристик, выполнять роль гаранта безопасности их, безопасности их эмуаров. И нашли другого парня. А вот они уже начали подозревать, что этот субъект тоже не способен выполнять эту функцию. Они начали подозревать уже несколько месяцев. И, в общем-то, борьба, поиск другого парня, борьба за жезл наследника-2, она началась. Она началась впрямую с визитов в 6 утра 25 октября в квартиру господи Василия, где почему-то нашелся господин министр обороны. И она продолжается. Но вчера они получили полное подтверждение своим, может быть, еще смутным, не до конца осознанным подозрениям. Эта эра кончилась. Миф Путина умер. Умер. И это гораздо важнее, чем те слухи и факты о его здоровье. О физическом здоровье. Как раз, да, я писал об этом на «Эхо Москвы». Группа олигархов и близких им политиков организует. Это небезвестный Михаил Фридман. Встречается в «Баварских Альпах» 22-25. Это прямо завтра? Да, да, да. Мы говорим 21-го, мы этого не скрываем. Для обсуждения кандидатуры другого парня и для обсуждения проблем финансирования этого проекта. А почему это плохо? Вы говорите, что это плохо. Они ищут нового парня, это плохо. Они не хотят изменить систему. Они хотят другой бренд. И, кстати, вот те, по-моему, очень острые личностные конфликты, которые происходят в королевационном совете, расколотом почти пополам, это не споры о тактических инструментах решения какой-то единой, сознаваемой всеми цели. Это просто разные программные установки. Одна часть, она, почему работает на этот проект «Проследник-2», ориентируется на одну из башен Кремля, на Сеслибов, которые хотят, понимая, что политическое время этого бренда кончилось, хотят продолжить ту же модель власти собственности, ту же модель кормления от административного ресурса, которая установилась при Ельцине и была доведена до уже логического предела игротекса, до национальной смерти русского народа, как об этом прекрасно сказал в своем докладе тот же Дмитрий, продолжить ее просто с другим брендом, с другим человеком. А так называемая радикальная часть королевационного совета, которой я принадлежу, она борется за то, чтобы эта система была демонтирована и экономически, и политически. Чтобы не назначался наследник, а была проведена политическая реформа в процессе переходного периода, и стране была дана возможность выбрать парламент и президент на свободных выборах. — Следующий вопрос. Какое событие или личность в 2012 году уходящем вы бы назвали провалом года? — Ну, опять я не буду оригинален, опять я отвечу примерно то же самое, что первый-вторых вопросов. Потому что это то, что я не то, что ждал, то, что я, извините, готовил, может быть, своими выступлениями, аналитической работой в течение 13 лет. Это падение, явное уже для общества, провал вот этой модели авторитарного корпоративного государства. И этот провал в этой модели, и провал этой личности становится событием года. И я думаю, что это будет привязано к 2012 году, потому что вчерашнее число, вот этот вчерашний провал Аля Чаушеску, это начало финальной стадии мирной антикриминальной революции, о необходимости которой, так долго говорила, радикальное крыло Координационного совета оппозиции. Андрей Андреевич, что удалось и что не удалось оппозиции в уходящем 2012 году? Удалось, и это не только за 2012 год, это кумулятивный эффект прошедших 13 лет. Удалось все-таки объяснить обществу, и объяснить элитам, и массовому сознанию, что вот эта модель, эта вот путинская модель, она не работает, она ведет к катастрофе, она ведет к маргинализации и, в конечном счете, к гибели России. И это удалось. Не удалось пока создать те организационные формы, которые помогут подхватить вот эту падающую в наших глазах власть, не дать, не позволить, чтобы та же самая группа людей, которые осуществляли переход власти и в 91-м, и в 93-м, и в 96-м, и в 99-м, и в 2007-м, я не буду называть их фамилии, а они у всех на слуху не осуществили тот же самый перехват с каким-нибудь новым брендом, ну, например, какого-нибудь Шойгу, за которым сейчас ухаживают и силовики, и сизлибы. Потому что это единственный человек, который еще, вообще-то не так полагает, и у них есть для этого определенные основания, можно продать населению. Ну, он там тушит пожары, там наводнения, то есть, где-то в моржечке телевизионного обывателя это откладывается позитивный образ. И, наконец, ваш прогноз, как будут развиваться события, политические события в наступающем 2013? Вы знаете, прогноз в политике, особенно в революционную ситуацию, очень сложен. Ну, тысячу раз я цитировал в вашей программе знаменитую лекцию Ленина швейцарским молодым социал-демократам в феврале 1917-го, когда на тот же вопрос он сказал, что мы, старики, до революции не живем, и так далее. Понимаете, главное, все, что могут сделать революционеры, это создать такой насыщенный раствор в коллективном сознании. Такую структуру, в которой взрыв может произойти в любой момент. А повод, он абсолютно непредсказуем. Фраза «нет хлеба, пусть едят пирожные». Или вот этот юридоедский закон, запрещающий американцам брать наших несчастных больных-сирот. Это совершенно непредсказуемое событие, которое вдруг переворачивает все. Потому что вчерашняя пресс-конференция была смертью путинского мифа. Он еще некоторое время останется на посту президента, но все действия и элит, и кланов вокруг него, и оппозиции в общем в целом, все будут исходить из того, что этот политический проект мертв. Мы живем в постпутинскую эпоху, и вся борьба, которая сейчас происходит, политическая борьба, это либо за изменение бренда того же режима, либо за демонтаж этого режима. Андрей Андреевич, что бы Вы пожелали россиянам в 2013 году? Я пожелал бы им успеха мирной антикриминальной революции. Пока она развивается именно по лекалам Ганди, совершенно мирными средствами. И я думаю, есть все основания ее так продолжить и добиться успеха. На этого мы работали 13 лет, объясняя обреченность этого режима, разоблачая все его мифы. Мы же помним, какой восторг это вызывало, 13 лет все это мочение в сортирах, и утонченной интеллигенции, и у националистически настроенных масс. Мы сейчас на обломках. Мы позвали этого человека, развязав Чеченскую войну. Террористы взрывают в наших домах, вот человек, который нас защищает. Мы проиграли Чеченскую. Кстати, это одна из проблем, которая тоже очень важна разрешать нашему обществу, и это одно из пожеланий постараться в постпутинской эпохе найти разрешение острейшей межнациональной проблемы, прежде чем между Кавказом и Центральной Россией. Мы проиграли войну, мы платим дань не только Чечне, а всем Северокавказским республикам. И то, скажем так, очень уверенное поведение кавказской молодежи на московских, и не только московских улицах наших городов, это отражение психологии победителей. И это вызывает, соответственно, реакцию славянской молодежи. И вот эта страшная пропасть, которая пролегла между двумя народами, двумя этносами, это одно из самых черчайших преступлений путинского режима, потому что он рожден был в телевизионной пробирке именно с использованием войны. И 13-й год, это будет год вот того переходного периода, который не смогло пойти временное правительство. Вот когда мы обсуждали в своем кругу эти проблемы, самая большая ошибка временного правительства была, что 3 марта 1917 года у него не было дорожной карты переходного периода. Они не знали, что они будут делать на первый день, второй, третий, хотя там были умнейшие люди, Меляков, Набоков, Бучков, Керенский. Поэтому актуальнейшей задачей, которой работает Координационный совет, является создание вот этой дорожной карты переходного периода, позволяющей нам перейти от дня Х падения режима до выборов законных органов власти. Вот я желаю нам всем получить в 2013 году законно выбранные органы власти Российской Федерации. Спасибо вам большое, Андрей Андреевич, за интересную беседу, за ваш анализ. И очень надеемся на то, что в наступающем 2013 году мы также будем встречаться с вами каждый месяц. Спасибо вам. Смотрите «Политвестник». Спасибо. 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 Спасибо.